что тебя завлекло есть какая-то синергия но я одно понимал вот у тебя классно получается собирать из 18 года я начал искать понимал от чего я отказался топ-3 качество и я начинаю получить много знаний мы никогда не думали об омане об этом пропадали планируем а вы честно скажи по нам скучать будешь на конечно конечно очень-очень уже 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 ты не представляешь блоге ханакин вот такой раз думаешь блин а чё завтра и прикинь тебе короче там уже ты не в зоне комфорта тебе нет уже план жёг короче как бы уже завтра двигаться чё будешь делать а как это и потом и он такой уроженшорстный бро давай вспомним 18 год мскю мы в августе сделали ребрендинг с меншопа на мскю и в тот момент я решил посвятить свою жизнь ритейлу понял что буду заниматься одеждой у меня это получается созидать творить создавать бренд хотя я не понимал что это такое может быть если я знал я не пошел бы но я одно понимал что я могу много но у меня нету знаний нету кардинальных ритейл знаний и с 18 года я начал искать я таки понял когда ты сказал что ты не умеешь фолдинг делать я начал с продуктов консультантов зары вайкики катона луи виттона всех обошел всех всех охрандов зацепился за менеджера мужской секции за директора магазина в один прекрасный день я встретился с азой ими гена x бренд-менеджер страдивариуса потом познакомились с тобой и тогда я понял что intex zara это клад то что там есть все махина если турецкие компании или там другие компании бардак внутри кухни внутри компании то в индотексе все четко все четко и мне это очень сильно понравилось вот расскажи в тот момент что тебя завлекло в москве так просто не скажешь это надо немножко предысторию рассказать как это вообще что означало для меня переход в целом ты понимал от чего я отказался до 2010 год я вот начал продавцом туда-сюда короче вот каждый год я рос позиции я получал очень много знаний к разным балансы который пришел работать и мне говорят это джоггер и это джеггинсы чуть такой это болерон вообще не понимаю я начинаю получать много знаний много знаний я понимаю что в меня начинают вкладывать я расту короче карьерная лестница и тут я достигаю там позиции бренд-директора и ну команда настолько сильно что многие задачи делать самостоятельно и на каждую встречу когда ты летаешь на международной встречи и там часто спрашивали какой казахстанский бренд у тебя и в казахстане есть и и потом такой у меня была большая мечта цель вот казахстаном бренда не блюзинку суда внедрить свой вклад какой-то в улучшение казахстанского бренда и потом я такой начал искать нам было стал открытым к консультациям начали приходить разные местные владельцы и маленьких магазин все мои конкуренты пришли до курить какая-то часть пошла и мы начали бы стали открыто давать знания какие-то я понимал что то что для нас очень легко для них ну как бы это сложно да я понимал что мы можем ну как бы налегке помогать и вот в один день алач про нас расскажите по нас вот что за приходит а за приходит и говорит а вот там есть один бренд к москве я знаю что он уши знаю и это бы думал все хорошо пришли вот мы встретились с тобой и вот в ходе разговора начали цеплять вот эти вот ценности да ты на я начал понимать что это но есть какая-то синергия в этом то есть выстроить казахстанский бренд и мы тут хотим делиться знаниями мы тоже хотим быть частью строение казахстанского бренда и мы такие раз начали там активно бурно обсуждать всякие разные проекцию развитие там можно так сказать куда можно закрывать какие мы можем более закрыться за матом и вот этот период консультации короче этого дома за как раз это классно для нас проверить и вот когда мы начали работать мы замечали какая команда здесь есть замечали какая повод семейное отношение команде вот это все против нас начало драйвить и вот тут карантин бах жахты понимаем что я уже окончательно принимаю решение что я хочу уйти с индетекса зары с этой позиции с этой с этой зоны комфорта где летаешь только бизнес-классом где есть пятизвездочные отели оплачиваемый труд ну все такое классно и вот я решил уйти зоны комфорта я понимал что я вырос хочу делать что-то больше и тут один вечер после карантина после уже года консультации мы сидим вот с вами и вы делаете предложение от которой я не могу отказаться и тут у меня все бьется как будто ну карты сошлись и и хотел быть частью казахстанского ритейла предпринимательства и заработать можно и я такой подумал все карты бьются надо пробовать это наверное возможности и от всевышнего я только думал все давайте пробовать я решил уйти по сей день не знаю какое это решение было глупым или нет но вот сейчас после прохождения там всех этих этапов всех этих стрессов сложности да и каких-то маленьких побед я понимаю что это я не жалею а что дал мскю за год какие-то три качества личностных может быть и тренин сайта это там вот что-то такое 3 то что средство устойчивость она усилилась да она да она улучшилась у меня до вкладе если в зале ну когда ты бренд видишь его есть определенные определенный уровень стресса то здесь когда ты рискуешь не только проектом а репутации и там не знаю подвести команду который на тебя надеется к подвести денежное выражение это можно так за копить что блин каждый приносит домой деньги оплачивает конечно кредит оплачивает какие-то здесь я почувствовал прямую связь моей ответственности с выплаты сотрудникам заработной платы то есть я понимал что какие-то стратегические решения где мы принимаем участие если мы примем неверное участие то это может грозить сокращением какой-то команды или же наоборот увеличением вторая это быстро адаптация либо ты быстро адаптируешься либо я говорю да и адаптация и наверное второе третье это больше быстрее принятие решения на потому что медленное принятие решения она приводит к смерти потому что там другие такие конкуренты либо же это уже будет не актуально не простит правда рынок не просит вот именно вся наша работает решать задачи проблемы вопросы те которые мы завалили на себя чтобы это все шло дальше давай вспомним про вуман айба уговорил нас открыть вуман потому что вуман это один самых это самая большая секция есть мужская женская детская мы никогда не думали о вумане у нас был kids на сегодняшний день мы его согрели временно есть сейчас вуман по причине но основную причину сыграл там клавировал он айба сегодня это классный проект где мы подарили региона в первую очередь красивую коллекцию красивую одежду где девушки приходят и сегодня уже спустя весь вот этот непонятный путь тяжелый чернистый путь вот вот закупа от контента от подачи от инстаграма от маркетинга всего до командостроения деление команды директора час ума не сходили сегодня же классный проект где вах тубе его любят в чемкете начинают любить вторая зилю любят в алматы с первых дней там залетел молодой да несмотря на то что он ему всего лишь год и москву мы завоевал определенный свой кусок пирога на рынке женского ритейла давай вспомнить как мы открывали как первая поездка в турции было где саня виноват вот это я не забуду блин приезжали в регион и говорили что вот будет женский и детский совместный магазин помимо мужского 1 и теперь от ныне ты будешь называться диреком боли я понимал что ребята ничего не понимают женского это юбка это майка вот и я помню мы привезли мы поймем поехали в первый раз того в турцию посмотрели посмотрите рынке где мы можем брать про там это же бирж это же стране вот да я думаю просто можно убрать эти модели представлять потому что довольно успешный продукт ну то спрос есть и вот когда мы начали это адаптировать тестить мы сначала пробовали не все это хорошо конечно сначала мы тестили мы понимали что мы хотим там сдержанную классического клиента в женском отделе мы привезли такой товар и начали тестить и начали понимать что это не наш клиент это не наш портрет клиента на мы не знали мы строим казахскую зару казахскую бирж куда и назову не массе на массе мост радик манга какой-то регионский я не знаю какой-то идеал был непонятно было что регионы были разные вах тубе холодно сегодня в шингенте жарко там открытые носят там открытые не носят касательно в ум надо это было полнейшей неразберых а так как в принципе и вайба ну как бы индотексе в двух городах в основном на те города совсем другие от по моему как-то мы за несколько лет адаптировать понимаем что в караганде холодно в астане так в ах тубе это играет ключевую роль по остатков по продажам планирование стояла не села видеть а твой мы открыли ах тубе woman мы открыли потом алмату скорость открытий бы бешеные было мы прям каждый месяц новый магазин сейчас бро давай вспомним те моменты когда ну как ребята наверно уже поняли о том когда мы начали ощущать то что пути расходятся до когда скажем так мы на двухсотки гоняем по бездорожью до классический наш пример мы херачим у нас колесо сдувает у нас там масло течет у нас там яма у нас там лужа река обе те человек который гоняет на феррари по асфальту где-то в швейцарии или в дубае да по асфальту на больших скоростях оба миллиардных оборотах а мы на миллионных милях андас он жит пола пилотов но на двухсотки да вот об этом бро поговорим уахт или торгует джерматур ничем арт я книги маяка и пути расходятся сложно материться это решение пришло ко мне не не просто так на это это его думал обдумывал ряд событий которые на это повлияли и все короче решил я понимаю как большую от какого больших возможностей отказываюсь я понимаю от чего отказываюсь я буду скучать по всем ребятам которые здесь она бы мы тоже жадные которые на знание которые прямо открыты да и резюмируя начала которым я говорил в урок когда я вот 18 года начал гнаться за знание искать людей ну я знаю что много людей к большим опытом которые приходили в компанию даст турецкой компании с испанских да где-то были был опытом с других российских брендов до понимаете что москву за это время вырос и это было правильное решение когда мы повернули в сторону знаний в принципе мы на этом же пути остаемся много смело сказать что айболат привнес новую лепту новую стандартизацию новую планку касательно образованности ритейл знаний для всего москву для всех команды еще раз убедился что вот есть идея есть продукт и вот есть команда вот у тебя это классно получается собирать команду я вот проснулся сразу вот так как-то раз ушли пути заролент кручу вот могу сказать что у тебя этот навык есть я рад что поработал время какое-то время с вами со всеми членами команды многих на я научился многому кайф рахмет что дальше а буду делать айбол будет новый проект лайбу много проектов один может даже совместные проекты в на кто знает для для только уже на других уровнях до партнерства открыть легко фотоцессе провести легко держать под контроль продавать сложно создать бренд еще сложнее продвигать его это хайлайл знание бренда это очень сложно это прям работа такая и подсознательному уровню и денежного же это на самом деле очень сложно для этого должен быть мне кажется сам владелец или куны он должен быть сам готов к этому саган сат ли бро мы верим на открытый у нас у всех все получится как бы это банально звучало